Работу городских властей в 2015 году высоко оценили губернатор области Олег Кувшеников, депутаты, эксперты и общественность. Сегодня глава Вологда Евгений Шулепов отчитался за год в рамках проекта «Команда губернатора. Ваша оценка». Об основных достижениях прошлого года наш следующий материал. Отличные и даже рекордные в ряде сфер результаты. Так Вологда завершила 2015 год. Стабильная экономика, развитие инфраструктуры, безусловное выполнение принятых обязательств. В первую очередь социальных. Остроены и приняли 900 малышей, два новых детских сада. Отремонтированы более 400 квартир ветеранов. Сохранены выплаты донорам, медикам и одаренным детям. И главный рекорд года – Вологда стало самым крупным по численности населения городом области. Пятый год подряд в Вологде наблюдается естественный прирост. В 2015 году он составил 1145 человек. В этом году родилось 5137 младенцев. А общая численность в Вологжан превысила 320 800 человек. Уважаемые друзья, давайте поаплодируем себе за это. А это значит, в Вологде комфортно жить и работать, воспитывать детей. В сфере экономики реализована программа «10 шагов стабильного развития». В итоге рост производства на 7%. Цифры заметно выше, чем в среднем по стране. Строительству еще один рекорд. За год построено 233 тысячи квадратных метров жилья. Такого не было последние четверть века. Этого удалось добиться благодаря объединению усилий власти, бизнеса и жителей, подчеркнул Евгений Шулепов. Все стратегические решения по развитию города, обсуждения их, разрабатываются, принимаются и, конечно же, реализуются с участием в Вологжан, бизнес-сообщества на принципах партнерства. И, конечно, в этом важную роль играет наш общественный совет, наши ТОСы, общественные организации, депутатский корпус, профессиональные объединения. Именно общая работа и в основе успехов в других направлениях. Сотни событий, фестивалей различного уровня, масштабное празднование юбилея Победы. Есть что отметить и в сфере благоустройства. Построен участок Причистинской набережной. Завершена реконструкция улиц Карла Маркса и Фрезиновская. Продолжено строительство развязки на Белозерском шоссе. В бюджете 2016 года на ремонт дорог и тротуаров мы заложили 600 миллионов рублей. Ну, конечно, уважаемые в Вологжане, запланированных средств недостаточно. На ремонт и строительство дорог в Вологде необходимо как минимум вкладывать ежегодно не менее полутора миллиардов рублей. В течение пяти лет для того, чтобы город привести в то состояние, которое мы все хотим видеть с вами. Иначе ситуация будет ухудшаться. Поэтому в планах дальнейшее развитие. В этом году Вологда приступила к реализации третьего этапа стратегии 2020 – лидерства. Предстоит строительство детских садов на улицах Псковской и Доронинской, ремонт и строительство школ, завершение четвертой очереди обхода вокруг города, модернизация системы общественного транспорта Вологды и реализация пятилетки здоровья. Эту работу и стратегические цели, представленные в отчете в рамках проекта «Команда губернатора», получила высокие оценки экспертов. Губернатор области отметил – Вологда становится все более привлекательным городом. Невзирая на кризисные явления в экономике, на еще политическую турбулентность, на цены, которые падают на внутренних и внешних рынках, город продолжает развивать свою экономику. Мы видим, что растет инвестиции в основной капитал, растет объем жилищного строительства. Это рекорд, наверное, с советских времен в Вологде построили рекордное количество жилья. Это говорит о том, что город Вологды становится все более и более привлекательным. Население города Вологды возросло до 320 человек, на 27 тысяч человек. Это главный показатель качества жизни в городе. Когда растет рождаемость, Вологда стала крупнейшим городом Вологодской области. Доклад главы вызвал оживленную дискуссию. Общественные деятели, руководители предприятий, депутаты, представители ТОСов в ходе обмена мнениями также отметили важнейшие результаты совместной работы с городскими властями. Кризис сплотил ТОСы с властью. И бюджет 2016 года можно смело назвать народным, потому что более половины предложений, которые давали ТОСы в комплексный план развития территории, легли в основу бюджета 2016 года. Этот год для нас был тяжелый, но несмотря на это рост промышленности на высоком уровне и в городе, и в области. И также строительство не замедлило свои темпы. Я вижу, как приезжают люди с разных городов, стран, районов, и они хотят остаться здесь жить. Это что значит? Значит, что наш город идет к лучшему, развивается. От лица всей молодежи, так как непосредственно с ней работаю, хотелось бы отметить положительные результаты работы городских властей, лично Евгения Борисовича. На данный момент у молодежи есть действительно все возможности реализовать себя, реализовать свои проекты в нашем городе. Положительную работу городских властей главы Волгда Евгения Шулевова в рамках проекта команда губернатора оценили не только эксперты, но и общественность. Сейчас продолжается интернет-голосование, и средняя оценка, поставленная Волокжанами, превышает 4 балла.